После того, как мы начали давить 100-тонным гидравлическим прессом различные предметы в закрытой емкости, в комментариях часто меня просили попробовать в этой же емкости с помощью пресса раздавить углерод до состояния алмаза, так как в теории при огромном давлении вроде как можно получить из углерода алмаз. Давайте проверим это на практике. В качестве углерода возьмем активированный уголь. Это, конечно, не 100% углерод, но его здесь доминирующее большинство. Напомню, когда пресс создает усилие в 100 тонн, в этой емкости создается давление порядка 15 тысяч атмосфер. Так, что же мы тут сейчас увидим? Ага, черный порошок, а я-то думал, что сейчас оттуда бриллианты посыпутся. Сейчас посмотрим на это все под увеличением. Может там какой маленький бриллиантик где завалялся? А вот и ответ на вопрос, почему у меня иногда бывают грязными руки. Да потому что при работе с прессом невозможно, чтобы они долго оставались чистыми. Ну и что я вам скажу? Конечно, чего-то, чтобы хотя бы отдаленно напоминало бы алмазы, я тут не наблюдаю. Может мы взяли не совсем такой углерод, какой и для этого нужен? Попробуем спрессовать графит. Это на 100% углерод. Кстати, ребята, я хочу вам напомнить, что до нового года осталось чуть более месяца. Поэтому уже нужно что-то думать насчет подарка для своих близких или для себя. Лично я себе выбираю новый телефон. При съемках роликов, телефон довольно часто я использую в качестве вспомогательной камеры. Поэтому одним из самых важных параметров для него будет режим высокоскоростной съемки. Так, отсортируем самых дешевых. Не знаю как вас, но лично меня всегда тянет к Самсунгу. На e-каталоге можно сравнить между собой несколько моделей. Так нагляднее будет видно отличия в технических характеристиках. Также есть функция переключения цвета. А порой лучше всего почитать отзывы о товаре. Это получше, чем всякое техническое описание. Кстати, у этой модели телефона почти в каждом отзыве указан недостаток, как малая емкость батареи. Ссылку на раздел с телефонами в e-каталоге я оставлю в описании к видео. Кстати, можете с помощью e-каталога выбрать какую-нибудь вещицу, которую вы хотели бы увидеть под гидравлическим прессом. И напишите в комментариях, что вы выбрали. Это щетки от электроинструмента. Они состоят из графита. Нужно, конечно, только для начала пообрывать эти железяки. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, может, хоть сейчас уже оттуда посыпаются бриллианты. Стоп, стоп, стоп. А я там что-то вижу блестящее. Неужели мы сейчас разбогатеем? Надо попробовать посмотреть на это все под увеличением. Сейчас поменяем макрообъектив на камере и рассмотрим. В этой всей черноте графита отчетливо заметны небольшие блестящие кристаллики. Неужели это и есть настоящие алмазы? Неужели с помощью такого способа можно превратить графит в алмаз? Да хрен там! А теперь для начала я вам расскажу, почему с помощью такого способа невозможно получить алмаз. Из теории нам известно, что для получения алмаза требуется давление порядка 50 тысяч атмосфер и температура около 1000 градусов по Цельсию. Для начала температуру опустим, не будем ее учитывать. Давайте разберемся с давлением. Можно ли с помощью пресса, этого пресса, развить давление 50 тысяч атмосфер? Опять же, в теории вроде бы как можно, но на практике навряд ли. Для достижения давления в 50 тысяч атмосфер именно в этой емкости, именно с этим поршнем, требуется усилие в 400 тонн. Если у нас в наличии только 100 тонн, для этого требуется уменьшить толщину этого поршня. А именно диаметр этого поршня должен быть меньше в 2 раза. Многие спросят, так в чем собственно заключается сложность, почему бы не взять поршень тоньше этого в 2 раза? Да дело в том, что из какого бы материала не изготовили поршень такой толщины, он не выдержит нагрузку в 100 тонн. Так же, как и из чего мы не сделали бы этот поршень такой же толщины, какой у нас сейчас есть, он тоже не выдержит нагрузку в 400 тонн. Какой мы знаем самый твердый и прочный материал? Ну, наверное, вольфрам. Вольфрам в несколько раз тверже стали, и по прочности он ей не уступает. А вот кто забыл, вот так себя ведет вольфрам под нагрузкой в 100 тонн. Примерно такой толщины должен быть и поршень, чтобы создать давление 50 тысяч атмосфер. Я думаю, понятно, что это невозможно. А если сюда еще и приложить температуру в 1000 градусов по Цельсию, то этот вольфрам под такой нагрузкой поведет себя как пластилин. И несмотря на то, что он самый тугоплаткий металл, все равно 1000 градусов, для него это ощутимо большая температура. В это видео я специально не буду вставлять субтитры на английском языке, а пусть англоязычная аудитория думает, что у нас реально получилось создать из графита алмаз. Продолжение следует...